Всем привет! С вами снова инженер-электрик Якимов Игорь. У меня выходила серия роликов про реле напряжения. Под видео мне задавали вопрос, как подключить контактор к реле напряжения. Несмотря на то, что современные реле напряжения могут коммутировать большие токи, вплоть до 63 А, но еще у людей остались реле напряжения, которое коммунитирует ток на 16 А. Для защиты всей квартиры к нему нужно подключать контактор. Ссылки про ролики по реле напряжения я оставлю в описании. Будут и другие ролики про реле напряжения. Чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. И конечно, поддержите видео лайком и репостом. В пользу контактора говорит и то, что обычное реле напряжения разрывает только фазный провод. Но при аварии фаза может подаваться и на нулевом проводе. Поэтому прерывание нуля вместе с фазой будет не лишней. А прервать их вместе можно только контактором. Если вы задаетесь вопросом, как при аварии на нулевом проводе может появиться фаза, то напишите об этом в комментарии. Будет много желающих узнать, сделаю отдельное видео. Для реализации схемы будем использовать реле напряжения Airbus D16 и контактор LYNCT1-63 на 40 А. Кстати, данное реле напряжения я могу рекомендовать для подключения в щитки таких приборов, как холодильник или кондиционер. Для этого к этим приборам делайте отдельную линию и ставите это реле напряжение без контактора. Это реле относительно недорого стоит для своего качества. Подробнее я рассказывал о совместном использовании нескольких реле в щитке в другом ролике. Ссылку я оставлю в описании. Я собрал импровизируемую схему щитка. Питание с линии подается на вводной автомат. Со автомата напряжение подается на электрический счетчик. Со счетчика фаза поступает на реле напряжения, а ноль поступает на нулевую рейку. А уже с нулевой рейки ноль поступает на реле напряжения. То есть, у нас на реле напряжения фаза поступает на этот контакт, а ноль поступает на этот контакт. Фаза коммутируется с помощью реле напряжения, которое защищает нагрузку от перенапряжения. Данной схеме в качестве нагрузки является электрическая лампа, которая одним контактом подключена на фазный выход реле напряжения, а вторым выходом подключена на нулевую рейку. Включаем автомат. Проходит определенное время, которое необходимо для проверки сети на наличие отклонения от напряжения и после этого реле напряжения включает нагрузку. Сейчас реле напряжения защищает нашу нагрузку без контактора. Максимальный ток контактов данного реле 16 ампер. Если мы хотим ставить большую нагрузку, то нам нужно поставить контактор. Следующее, что мы делаем, мы отключаем лампу и подключаем вместо лампы обмотку контактора. Как вы видите, с фазного выхода реле напряжения у нас подана фаза на одну обмотку контактора, а вторая обмотка контактора подключена к нулевой шине. То есть, что у нас происходит? У нас сейчас вместо лампы подключается обмотка контактора и при этом контактор должен сработать. Как вы слышите, контактор сработал. Следующее, что нам нужно сделать, это чтобы фазой ноль прерывалась контактором с помощью реле напряжения. Сейчас я буду собирать эту схему. При этом в качестве входа я буду использовать нижние выходы контактора, а в качестве выхода буду использовать верхние выводы контактора. Большого значения не имеет, куда подключать фазу или ноль, сюда или сюда. И также не имеет значения, верхние контакты контактора использовать в качестве входа или нижние. Вот уже собранная схема с контактором. У нас есть входной автомат, который более мощный, чем в прошлой схеме. До этого был автомат на 16 ампер, а сейчас автомат на 25. Так как у нас контактор на 40 ампер, то можно ставить входной автомат до 40 ампер. У нас стоит защита нашей автоматики, в частности реле напряжения вместе с контактором. Мы его можем подключить. У нас реле напряжения не отсчитала задержку и включила контактор. С выхода контактора у нас подключены потребители. Я условно поставил три автомата. На этом автомате у нас лампа. Вот она работает. Если мы отключаем автоматику, у нас отключается контактор и вся нагрузка, которая подключена к контактору. Напряжение питания подается на вход вход входного автомата. С выхода входного автомата, ноль и фаза подаются на ноль счетчика и фаза счетчика. С выхода счетчика ноль подается на нулевую рейку, а фаза подается на автомат, который защищает нас автоматику и подается на фазный вход контактора. Когда мы включаем входной автомат, у нас включается счетчик. У нас на выходе счетчика ноль и фаза. Но нагрузка не подключена, так как автоматика у нас отключена. То есть с этого провода фаза подается на автомат, который защищает автоматику, а с выхода этого автомата подключено реле напряжения. То есть мы, когда подключаем этот автомат, появляется фаза на реле напряжения, его насчитывает определенное время, заданное настройкой реле напряжения и включает контактор. А уже контактор включает всю остальную схему. Нулевой вход контактора подключен к нулевой шине. Фазный вход контактора подключен к счетчику. Нулевой выход контактора подключен к нулевой шине, которая подключена уже после контактора, к которой будет подключаться вся остальная нагрузка. А фазный выход контактора подключен фазным входом наших автоматов защиты. Вот один вход, второй вход, третий вход. Первый автомат коммутирует фазу на лампочке, то есть мы выключаем и выключаем эту лампочку, подавая и отключая на ней фазу. А нулевой вход лампочки подключен к нулевой шине. Если у нас будут подключены другие нагрузки. Вторая нагрузка будет подключена фаза ко второму автомату 0 к нулевой шине. Третья нагрузка будет подключена фаза к третьему автомату 0 к нулевой шине. Какие недостатки этой схемы? Первое. Для реализации этой схемы щитки должно быть дополнительное место для контактора. Второе. Это большее время срабатывания схемы на скачки напряжения. Это происходит потому, что время срабатывания суммируется из времени срабатывания реле напряжения и времени срабатывания контактора. То есть, надежность защиты приборов уменьшается. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Я на них отвечу или сделаю дополнительное видео. Буду благодарен вашим лайком. Поделитесь видео с теми людьми, кому это может быть интересно. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи в новых и в старых роликах.